Приветики, в этом видео я бы хотела рассказать о своем опыте посещения художественной школы. Я уже закончила свое 7-летнее обучение в художке еще в июле прошлого года. Так что сначала поведаю вам о моем поступлении в саму художественную школу, потом уже о самой учебе, учителях, предметах и всяких приключений на пятую точку. А также отвечу на вопрос, есть ли смысл ходить в художественную школу вообще. Хотя, думаю, к концу видео вы и так все поймете и сами ответите себе на этот вопрос. Ну и я буду показывать свои работы с художки. Там будут скрины моих сториз из инсты. Надеюсь, никто не против. Наливайте себе чай, ставьте перед собой мольберт, а я начну болтать и ностальгировать. Поступление в художественную школу. Думаю, сначала стоит рассказать о событиях до поступления. Я рисовала с 5 лет, но никогда не воспринимала это как что-то серьезное. Просто рисовала мои литл пони и радовалась жизнью. Рисовала даже на уроках в младшей школе. Но все так же воспринимала это просто как хобби. В один момент мои родители, видимо, увидели во мне будущего художника и в возрасте 8 лет отправили в художественную школу. Крайне расплывчато помню те события, но припоминаю, как я пришла днем в начале августа в класс, где было около 20 человек. Звучит не так уж и много, но сам кабинет был достаточно маленьким и тесным. И тогда я даже не думала о том, что тот кабинет однажды станет моим классом, где я проучусь 7 лет. Я и остальные дети рисовали картину на тему «Ангел над городом» или что-то в этом роде. Помню, что до художественной школы я рисовала немного, поэтому стил у меня был очень низким. Удивлена, что с тем кривым рисунком меня вообще приняли. На экране нарисовала приблизительный набросок моей вступительной работы. Крайне простая и заезженная тема, но для ребенка простительна. А ну и помню, как после этого экзамена мы с отцом сразу же поехали на дачу к друзьям семьи. А позже, по моей инициативе, мне купили пони. Игрушку, конечно, за то, что поступила в художественную школу. Небольшая рекламная пауза. Спонсора сегодня у меня нет, так что переходите в мой телеграм-канал, где можно купить адоптов по вкусным ценам, а также на момент видео там проходит лотерея на Digital Sketch, так что бегом участвуй. Детально в своем посте, так что ссылочка в описании. Первый и второй год обучения. Меня перевели в класс 0-е. Почему 0? Как оказалось, я немного рано пошла в художественную школу, как для старшей группы. Поэтому год просидела в нулевом классе. После этого пошла в первый, второй, третий и так далее классы. Хотя мне кажется, что одной из причин был мой низкий скилл, но я его быстро повысила за счет того, что мы много рисовали. Очень плохо помню период нулевого и первого класса. Так что скажу, что в нулевом классе у нас была одна учительница, а в первом к нам пришла наша уже настоящая учительница. Мне было непросто привыкнуть к новому преподавателю. Наша первая учительница была более мягкой, а та, которая пришла к нам в первом классе после декрета, была более строгой, но все же по-доброму, нежели злой училкой. А еще я не помню, сколько точно человек у нас было в нулевом и первом классе. Серьезно. Но я помню, что у нас училось трое парней и около шести или восьми девушек. Вот они, слева направо. Чел, который ни с кем не общается. Я просто тихоник, который неплохо рисует. Моя крутая подружка, с которой я познакомилась в художке. Лера, привет. Чувак, на которого я запала. Друг того чувака, который просто классный тип. Две подружки не разлей вода, девочка, которая крала еду и остальная часть класса, о которой я почти ничего не помню. Потому что они не часто ходили на занятия и некоторые из них позже ушли. Первый парень ушел в середине года. Я же осталась, моя подружка тоже осталась, те две подружки тоже ушли, но не обе сразу. Вторая же все-таки дотянула до третьего или даже четвертого класса. О том парне, от которого я запала, скажу немного. Просто помню, как мы страдали фигней, когда учительница вышла из класса. И я подумала, что это будет классная идея взять доску для мольберта и начать ей махать как веером. Это был тот период жизни, когда я это делала, а потом уже думала. Все было отлично. Все подходили ко мне, чтобы я на них подула. И как-то так вышло, что я случайно развернулась и попала тому парню между ног. Звучит смешно, но на самом деле это было очень неловко. Помню, как после того занятия парень к нам больше не приходил. Сомневаюсь, что таким образом оставила бесплодным. Но я правда каюсь и поистине считаю эту ситуацию одной из самых неловких в моей жизни. А, ну, его дружбан тоже ушел от нас. Конец моей неразделенной любви. Та девочка, которая воровала еду, действительно могла ее украсть. Мне приходилось спрятать булку глубоко в рюкзаке, иначе она и правда могла своровать мою пищу. Ха, это реально был какой-то буллинг. Мне приходилось следить за своей едой, чтобы ее не украли. Я немного отойду от темы одноклассников и просто расскажу о том, что раньше отец меня возил на велике в художку. Это были времена, когда я была мелкой, так что он усаживал меня на раму. И мы так ехали 2,5 километра туда и 2,5 километра обратно. Кстати, я так весной однажды потеряла шапку. Мы ее так и не нашли. Зимой же мы шли через гаражи, а позже садились на трамвай и ехали в художку. Иногда мы все же не дожидались трамвая и шли пешком. Мои первые годы обучения были самыми атмосферными. Нас было около 10 человек. Такое небольшое комьюнити. Именно в художественной школе я познакомилась со своей первой подругой. Помню, как просто отдала ей посмотреть свой скетчбук, а позже забыла о нем. Лера пронесла его только через 2 недели, объяснив, что я тогда ушла раньше нее и просто не успела вернуть. Так и завязалась наша дружба, благодаря которой я стала более открытой и активной. Ну и такой, какой вы мне знаете сегодня. Я помню, что у нас был первый Е, старший и первый Е, младший. Но не придавало этому большого значения. Просто было 2 класса Е. Ничего необычного. Вы поняли, я была среди старших. Но в начале 2 класса меня ждал облом. Младших и старших объединили в один большой класс. У Бойки это было просто невыносимо. В самом начале я думала, что ха-ха, может быть это какая-то шутка. Не может же быть такого, что все 30 человек будут учиться в классе размером 5 на 8 метров. Это была не шутка. Мы все с трудом помещались. Также к нам в класс пришли новые ученики нашего возраста. Нас было слишком много. У нас были фиолетовые стулья, чтобы ставить на них краски. И белые, на которых мы сидели. Так вот. Ни тех, ни тех стульев не хватало. Дети, которые опаздывали, просто оказывались без стульев и мольбертов. Приходилось спросить их у чужих классов, либо отбирать у мелких. Инновационные технологии. Раз мы затронули тему стульев, то у нас была такая фишка. Ставить два фиолетовых стула рядом, а сверху класть доску. В итоге получался такой мостик, на который можно было закинуть рюкзак и разложить краски. Согласитесь, это было куда удобнее, нежели ставить все на один стул. Когда был дефицит табуреток, то приходилось разбирать всю эту конструкцию и делиться стульями. Конечно, это никому не нравилось, но что поделать. А по поводу мольбертов, то это были железные стремянки, которым приварили полосу, на которую можно было ставить доску. Но на ступеньки закидывали ноги и расставляли баночки с красками. Деление на группы. Родители учеников долго пытались достучаться до учительницы, мол, детей в классе ну слишком много, они все не помещаются. Молитвы были услышаны и нас разделили на группы, но непривычным образом. Первая группа ходит в понедельник и среду, вторая группа ходит по вторникам и четвергам. В пятницу же оба класса объединяются. Мы остались одним классом, но ходили в разные группы в итоге. Практика. Где-то с конца второго или третьего класса, уже после окончания всех семестров и учебы в обычной школе, мы брали с собой стулья, доски, краски и шли за здания художки, и рисовали природу, либо же своих одноклассников, акварелью или пастелью. Также было важно иметь с собой хотя бы одну бутылку питьевой воды. Почему? Да, потому что мы ходили в поле по жаре и рисовали акварелью. Вопрос, откуда брать воду для этой же акварели? Правильно, надо было брать с собой, потому что учительница не всегда могла утащить за собой баклажку с водой из-под крана для нас. А одноклассники не очень хотели делиться своей водой, соответственно. На практику мы ходили с третьего по шестой класс включительно, и за один такой урок мы должны были нарисовать как минимум один рисунок. В идеале вообще 2-3. И самое интересное то, что практика длилась 3 недели, почти 4, и была 2 или 3 раза в неделю. И от нас просили в идеале около 100 работ в конце практики. Звучит нереально, но прикол в том, что мы могли весь учебный год перед этим рисовать картинки для практики, а потом просто принести и все показать учительниц. Но этого никто не делал, поэтому приносили от силы 30 нормальных работ за планер. А еще я иногда брала некоторые работы с практики прошлого года, когда мне не хватало работ для сдачи уже в новом году. Хитро-хитро. Про практику много не скажу. В конце третьей недели мы уже в основном рисовали людей вместо пейзажей. То есть мы одноклассники по очереди позировали, а мы их рисовали. Меня, конечно, тоже рисовали, но не думаю, что у меня сохранились фото. Лепка и стилизация. Из-за короны мы пропустили почти всю лепку. В то время как другие классы лепили античные головы, мы же лепили непонятно что. Серьезно, я помню, как за выходные слепила небольшую арку. Да, могла бы за несколько часов слепить, но пластилин был слишком твердым. Теперь перейдем к стилистике. Нас, конечно, просили рисовать в более реалистичном стиле, но вот четкая анатомия была не особо обязательной. То есть даже мой околореалистичный стиль все равно похож на стилизацию. Никогда не любила рисовать в реализме, а особенно реалистичные носы. Именно ноздри это для меня ад, и в основном это три полоски. Нормально. Вблизи, конечно, детали я рисую, но все равно без ярко выраженных линий ноздрей. Но я не люблю рисовать круглые подвороты. Также я старалась добавить лайн работы гуаши, ведь я уже не могла рисовать нормально без лайна. Вот что-то психологически не давало мне сделать без лайна, надо было контур нарисовать. Поэтому мои вроде как реалистичные работы все равно были стилизированы. Не знаю, плохо ли это было или хорошо. История искусств. В начале третьего класса у нас появился урок истории искусств. На нем мы, собственно, изучали искусство разных эпох. И история искусств все так же была человым уроком. Мы раз в полгода писали контрольную и иногда нам могли дать тест. Но все благополучно списывали. Не из тетради одноклассников, так и из интернета. Я очень лениво относилась к урокам истории искусств, но все равно получала десятки и даже одиннадцатки. Занятия были по пятницам перед основным уроком рисования, так что мы собирались и шли через весь коридор обратно в класс. Попугай в учительнице. Да, у нас был попугай в художке и даже два. Обе кареллы разного пола. Сима улетела в окно, а Кроша остался. Я на экране вам покажу видео с Крошей. Он был крайне непредсказуемым попугаем, и я шугалась от его внезапным взлетом. Также он погрыз работу девушки из другой группы, которая лежала на шкафу. Кроша также пару раз уже пытался улететь, но каждый раз успевали его согнать, и он оставался в классе. Здание художественной школы. Так вышло, что здание было поделено на обычную школу и художественную школу, но было поделено неравномерно. То есть лишь треть всего первого этажа принадлежала художке. Остальная часть это была школа. Второй этаж это полностью школа, и лишь треть третьего этажа была отведена под саму художественную школу. В общем, художка занимала всего четверть общего здания. Про саму школу не скажу, и я там не была. Двери в те коридоры закрыты, то есть ходить мы могли лишь по части художки. На первом этаже была раздевалка, и то ли один, то ли два класса, а также администрация. Там же еще стоял автомат с кофе. Кстати, кофе я там ни разу не покупала, всегда брала чай из дома. На втором этаже была обычная школа, то есть мы просто проходили тот этаж по лестнице, и все. На третьем этаже шесть кабинетов, туалет и класс истории искусств. Вот вам планировка. Правда, не знаю зачем вам это, но вдруг кому-то это правда нужно. Опять новые ученики. Буквально через один кабинет от нашего был небольшой класс с учителем и несколькими учениками. Ну, конечно, ошибаться, но вроде как тот учитель ушел в другую художественную школу, и поэтому детей из той группы отдали нам и, возможно, другим преподавателям тоже. В общем, в третьем классе нас стало еще больше. Да и почти каждый год от нас уходили старые и приходили новые ученики. Понятно, что ближе к концу художки нас вообще не так много осталось, а те, кто вообще хоть какие-то долги отдавал и подавно. Гобелин и батик. Честно, не помню, с какого года мы начали плести батик, но его вела не наша учительница. Гобелин это такой коврик своими руками. Если у меня будут фото, то я их вам обязательно прикреплю. Плели из самых обычных ниток для вязания. А насчет батик, то его вела уже наша учительница. Мы покупали специальную полупрозрачную жижу, которую мы называли бензином, потому что это был то ли переработанный бензин, то ли еще что-то. Покупали ткань, натягивали на раму, а также покупали стеклянную выдувалку. Я правда не знаю, как это назвать. После этого набирали в нашу стекляшку бензин и рисовали им поверх ткани. Таким образом мы рисовали границы лайн, а потом заливали специальной краской отдельные участки. Можно было обвести весь лайн, иначе краска бы поплыла за контур. Поэтому мы обводили батик также сзади, а ну и он достаточно быстро высыхает и становится незаметным, если вы легко провели линии. Минус этой техники был в том, что можно было надышаться бензином, поэтому мы обводили батик в коридоре по субботам. Да, у нас были занятия в субботу, а если же и брали батик домой, то важно было часто проветривать комнату. Всего таких батиков у меня было три. Перемены. Зачастую уроки у нас длились по три или даже четыре часа, и за все это время была лишь одна перемена. Но при этом ты мог свободно выйти в туалет, либо прогулочным шагом пойти набирать воду из-под крана во время самого урока. Перемены у нас сосла учительница длились всего 10 минут, но на практике она могла уйти на первый этаж в администрацию, а мы по часу бесились в коридоре. Такой бывало редко на самом деле, но главное было вести себя тихо, а то другие учителя нас могли отругать. Кстати, да, наша учительница была директором всей художки. Ее не прям боялись, просто любили. Она не была сильно строгой. В основном мы были самостоятельными детьми, бегали покупать булки у вахтерши на первом этаже, а потом шли обратно в класс. Поели и продолжили рисовать. Надо же в конце урока результаты показать. Во времена, когда нас с малышней еще не объединили, я часто со своей подругой сидели в коридоре на диванчике. Там мы либо играли в страшилки, либо я и читала свои истории. Ну, или показывала рисунки. Теплые времена. Ностальгия запахла. Про доски и мытье оборудования. Насчет досок, то в один момент нам сказали покупать новые доски для рисования в качестве подставки. Потому что, ну, какой-то вклад в школу надо было делать. Поэтому я купила доску из фанеры и буквально через месяц ее испоганила группа перед нами. Фото, к сожалению, нет, но это было жесть. Все было исписано какими-то цифрами и символами. Так еще и запачкали. Дети сатанисты, гей богу. Из таких вот прикольных случаев, помню, как ради шутки на своей же доске я начиркала свой ник инстаграма. И через несколько дней мне написала девочка, мол, смотри, я тут твою доску нашла. А по поводу мытья оборудования, то в последние годы мы начали мыть всем классом Альберта и стулья спиртом и моющими средствами. Конечно, нашим это не сильно нравилось. А что поделать, сами же по факту их и испачкали. Контрольные работы. На экране натюрморт, за которым не поставили 8 баллов из 12. И отчитали при всем классе. И даже заслуженно. Работа реально не слишком хороша, все сливается по тону. Со временем мои навыки акварели улучшились и подобных казусов больше не было. Натюрморты. Натюрморты мы рисовали в основном по тем самым дням, когда две группы были отдельно. В целом, ничего интересного не скажу. Мы чаще рисовали их именно акварелью. Мы садились вокруг натюрморта и рисовали его. Были такие казусы, когда кто-то садился на твое место, но это без проблем решалось. Несмотря на то, что в начале у меня так себе получалось рисовать акварелью, но с годами это действительно пофиксилось. И теперь акварелью у меня стоит даже выше маркера среди традишматериалов. А еще мы часто забывали включить огромную лампу и за это нас немного ругали. А еще у нас был откусанный искусственный перец. Опоздание. Ко всяким опозданиям в обычное время относились лояльно. Главное, чтобы ты все работы мог в конце сдать и не отставал от остальной части класса. Главное было тихо войти в класс, поздороваться и сразу приступить к работе. Зачастую у нас почти не опаздывали, а если и опаздывали, то заранее предупреждали учителя. В другой же колледжной школе нашего города за опоздание был чисто расстрел. Туда ходила моя одноклассница и она всегда сбегала с последних уроков в школе. Эта школа в целом имела большую популярность, нежели наша, но так они и требовали от учеников больше. Все-таки в этом плане мне моя художка больше нравилась. Рисунок. Так называлось у нас упражнение рисования простым карандашом, то есть стриховка. Стриховала я достаточно быстро, поэтому такие работы заканчивала раньше, нежели акварелью. А еще в последние три года я не брала с собой кучу карандашей B2, B3, H1, H. Брала лишь HB, и меня это устраивало. Конечно, учительнице это не сильно нравилось, потому что ну как можно жирную линию нарисовать карандашом HB. В общем, можно, но проблематично. Также она не любила наши короткие карандаши и маленькие резинки, потому что это чертовски неудобно. Композиция. По пятницам зачастую мы рисовали семестровые и годовые работы, но иногда и просто тематические работы. Мне очень нравились занятия по пятнице. Во-первых, конец недели и конец школьных занятий. Во-вторых, гуашь. Да, рисовать гуашь мне было крайне непросто, но мне это нравилось, и сам процесс был крайне медитативным и приятным. Много не скажу здесь. В этот день собирался весь класс, и в кабинете стоял шум и гам. А еще мы могли забирать композицию домой, чтобы, соответственно, дорисовать в свободное время, потому что большинство из нас не успевало закончить работы вовремя. Такова была плата за длинные перемены, которые мы сами себе позволяли. В основном у нас как раз-таки было правило, мол, делай что хочешь, но ты должен успеть все сдать. Пленер. Однажды мои родители вычитали, что под городом собираются устроить всеобщие пленеры со страны, чтобы порисовать. И мои родители подумали, мол, грех не поучаствовать. Поехала я туда одна со своей школой и еще две девочки с другой художественной школы. Все это происходило после окончания третьего класса художек. Мы приехали в отель в лесу возле водоема и рисовали по три раза на день в одно и то же время. Нам давалось где-то два часа на один такой подход. Сейчас расскажу колл-стори. Меня подселили к какой-то учительнице из другого города. Да, некоторые учителя ехали со своими учениками на пленэр, а со мной не поехали, я же одна была. Так вот, та учительница ужасно храпела ночью, простите за прямоту. Я ее просила, ну, пожалуйста, потише, но это не помогало от слова совсем. И в ту ночь я не выдержала и выбежала из отеля, позвонив при этом родителям, благо они не спали. Наутро меня подселили к девочкам из моего города. В комнатах было всего две кровати, так что мне поставили кушетку рядом. В итоге я с теми девочками держалась рядом, а нашей главной проблемой была нехватка питьевой воды. Июнь месяц все-таки. Грео будет не упомянуть, кстати, специальных гостей пленэра. Это были три парня из Польши лет 17-18. Они жили в более крутых апартаментах, нежели мы. Даже бассейн огромный у них был, а у нас мини-бассейн. Также они в основном держались вместе. Логично, они-то приезжие. Вообще почти все присутствующие художники были девушками, парней там почти не было. Помню еще как у нас был финальный день, когда мы все вместе рисовали в беседках с 9 утра и до полудня на тюрморты. До этого мы рисовали в основном природу того леса и водоема. Я ездила на пленэр два раза. В первый раз моя работа получила номинацию лучшей графики. Это были времена, когда у меня были проблемы с цветом и я рисовала в ЧБ. Это сейчас мой работа без света не встретишь. А тогда ЧБ маркер и ручки были моей любовью. После того финального рисунка мы шли отдыхать, а после обеда нам устроили мини-квисты в тех самых беседках, связанных с художниками и историческими фактами. А потом уже когда солнце село, нам разожгли огромный костер. И мы бегали, прыгали, крутились вокруг костра за руки. Я помню, как тогда девочки постарше пытались заговорить на английском с теми парнями из Польши. Я тоже хотела, но очень застесняла. Я ездила и во второй раз на пленэр, но там я даже какое-то место получила, но точно не помню какое. Да и сама поездка не запомнила. В третий раз я не поехала, потому что корона. Чему я научилась? Что ж, в основном я подняла скилл, потому что рисовала очень много. Например, у нас ни разу не было полноценных уроков анатомии. Я ее сама учила по зеркалу и интернету с гайдами, соответственно. Но не подумайте, что нас вообще ничему не учили. Посмотрите на ее работу. На них приятные цвета, не так ли? Так вот, именно в художке я подкачала свой навык покраса, да и в целом мне помогли развить чувство приятного подбора цвета. А вот до художки я не могла подбирать цвета, а точнее делала это хуже и даже боялась цвета. Также я научилась перспективе, в основном линейной и воздушной. Дипломная работа. Дипломную работу мы начали рисовать еще с сентября 6 класса, а закончила ее в июле. Ну, то есть я прокрастинировала почти весь год и в последний момент все закончила. Несмотря на любимую египетскую тематику, работа мне далась тяжело психологически. Гуашь я хуже рисую, нежели акварелью или черными маркерами. Но у меня было мало времени, поэтому рисовать гуашь я оказалась мудрым решением, хоть и результат мне меньше нравится. В итоге я получила свой диплом со всеми оценками и успешно окончила художку. Итоги. Вот и закончился мой 7-летний путь в художественной школе. Я постаралась сместить всю нужную информацию в этом видео, чтобы не делать вторую часть. Но если будет много вопросов под этим роликом, то так уже выйдет продолжение. Есть ли смысл идти в художественную школу? Определенно, да. Хоть я и подняла там скилл в основном за счет того рисования на постоянной основе, но это все равно был полезный опыт. Худушка буквально меня вынуждала рисовать то, что мне не нравится. Вот раньше я не любила цвет, а теперь покрас в моих работах это одна из самых цепляющих фишек. Благодарю за просмотр. Видео, наверное, и так получилось очень длинно. Я что-то подсела на длиннющие ролики. Пишите ваши истории из художки в комментариях, а я буду заканчивать. Еще раз спасибо, всем пока и до новых встреч на этом канале.